Красота. История всероссийского обмана. 88-й год. Детей учат правильно мыть голову. Сухие волосы воют детским или ланолиновым мылом. И лучше пеной, смягчив воду ложкой уксуса. Для жирных волос кефир, для сухих соды или желток. Тогда этого было достаточно. Но сегодня детям не обойтись без масел для сна, пенок для купания. И пусть стоит все это дороже, зато, скорее всего, безопасно. Но, как ни странно, в нашем наборе для проверки самым ядовитым оказался именно продукт для детей. В детской присыпке иметь такое количество свинца, чтобы выйти за норму, которая невероятно завышена, да, и это уже нонсенс. В детском тальке эксперты нашли столько свинца, что и взрослому со здоровой кожей многовато. А тут грудничкам на опрелости. Нарушена целостность кожного покрова, а мы туда вот, значит, сейчас рекомендуем отсыпать такую присыпку. Впрочем, кое-что положительное мы нашли. Шампунь без лауреосульфата существует. Но он был единственным. Все остальные, даже детские, словно из одной бочки. Все детские шампуни тоже на основе лауреосульфата. Так чем же мыть голову? В последнее время в кругу состоятельных водниц популярен шампунь для лошадей. Боже мой, с глицерином и серой. А из чего это делают? Даже написано от перхоти. И крем для смазки в имени у коров. Стоит после твойки помазать этим кремом, и все, как рукой снимают. Крем для телок «Зорька» от самого названия видит чем-то деревенским, он словно от природы. Но что телкам хорошо, человеку не очень. Волшебного компонента, боюсь, нет нигде. Я вас разочарую, но, наверное, я боюсь, что волшебного компонента и вовсе не существует.